Мурманская область – геостратегический регион России. Через порт Мурманска пролегает Северный морской путь. Недалеко от столицы региона находится город Манчегорск. Он был образован как рабочий поселок во времена индустриализации. В 1937 году Манчегорск приобрел статус города. Город строился легендарными архитекторами. В настоящее время все эти здания являются памятниками архитектуры. Проспект Металлургов стал прототипом Невского проспекта. Это просто потрясающие виды, потрясающая природа, очень красивые. Вот эти сопки все, горы в округе, много воды. По инициативе ПАО ГМК Норильский Никель и АО Кольская ГМК и при поддержке администрации города и агентства развития Манчегорска был объявлен конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции микрорайона в городе Манчегорске. Конкурс подавались в международные консорциумы. Поэтому, когда мы увидели те возможности, которые открывают предложение, то, что называется, у нас аппетит стал расти прямо на глазах. Оператором конкурса стала Международная урбанистическая лаборатория «Центрлаб». Принять участие в конкурсе могли команды, работающие в сфере городостроительства, комплексного развития территорий, архитектуры и проектирования. Поэтому мы больше от вас ждем предложений. Вот ваши фантазии в то же время, чтобы это было применимо на территории на нашем. По итогам заседания жюри финалистами конкурса стали два консорциума и один индивидуальный участник. Архитекторам необходимо проникнуть нашей энергетикой, нашей средой, чтобы понять, что близкое к жителям города, чтобы была такая некая идентичность. Ну, плюс это то, что вокруг потрясающая природа, много воды, и это можно еще связать в единое комплексное благоустройство территории. Да, фотографии не передают это. И то, что вот, несмотря на его небольшой возраст города, он имеет большую историю и вот эта память места, историческую значимость. Во время подготовки конкурсных предложений финалисты встретились с экспертами на месте будущего микрорайона, чтобы обсудить приоритеты его развития. Интересный город с большим ландшафтным природным потенциалом. Конечно, здесь есть такой якорный объект, да, как Кольская ДМК, и очень хочется вдохнуть новую жизнь в город, создать комфортную среду для того, чтобы здесь было интересно и радостно жить новым специалистом компании. Финал конкурса состоялся 2 декабря. Финалисты представили свои концепции и ответили на вопросы жюри, рассказали о проделанной работе и результатах. По итогам голосования победителем стал консорциум под лидерством Градплана Москвы. Победители представили концепцию комфортного и современного микрорайона, который сочетает в себе жилую и общественную зоны. Материал очень много доработан. Хотелось со всех сторон осветить проект. Выбрали самое необходимое, презентовали. И вот сейчас у нас прям такое вот, такое приятное впечатление от всего происходящего. Мы очень рады, что мы победили, потому что мы приложили очень много усилий, конечно, к этой работе. Концепция жилого комплекса предлагает размещение около 2000 квартир, объектов социальной инфраструктуры, комьюнити, медицинского и медиа-центра, а также коммерческих зон. Наше предложение, оно включало в себя ряд приемов, которые позволят сделать максимальную пешеходную комфортность. При выборе визуального образа района авторы вдохновлялись природой Кольского полуострова. Каждый квартал имеет свой уникальный облик. Пример этого микрорайона может задать новый уровень качества жизни и дать импульс для дальнейшего развития всего Манчегорска. Мы в своих ожиданиях тогда стали подрастать и соответствовать представленному проекту. Поэтому на сегодня, когда уже выбирали и определяли победителя, я думаю, что мы свои ожидания и представленную работу как раз не совпали. И так родился. Хочется верить, что именно такой проект будет в том числе лежать в основе возрождения этой строительной отрасли, именно жилищно. И это все очень коррелирует, совпадает с теми целями, которые ставятся на самом высшем уровне, в части национального проекта «Жилье и городская среда». Нам очень приятно, что этот конкурс прошел на таком высоком уровне. Малый город России собрал ведущие компании со всей страны. Нам удалось вместе посмотреть на город под разными углами. И на примере конкретного района увидеть будущее Манчегорска, будущее глазами его жителей, будущее глазами властей, крупнейшей компании, которая работает здесь. И, наконец, этот район может стать точкой перезагрузки для всего города. И не только Манчегорска, но и других городов присутствия компании «Норникель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова